Венгрия До сих пор пять стран выразили свое намерение присоединиться к венгерскому боевому батальону, заявил министр иностранных дел на своей странице в соцсети. Петер Сиарту отметил, главная цель Венгрии по-прежнему создать гарантии того, что она не будет втянута в войну в соседней стране. Глава МИЦ сообщил, НАТО решил укрепить восточный и юго-восточный фланг Альянса, где в общей сложности будет создано восемь новых батальонов. В Венгрию поступят новые деньги Евросоюза, заявил пресс-секретарь премьера в Брюсселе. Бертон Хаваши отметил, на основе письма Виктора Орбана, председателю Еврокомиссии, Венгрия получит аванс из фонда восстановления Евросоюза. Пресс-секретарь добавил, это практически означает, что через несколько недель для Венгрии откроется источник в размере 300 миллионов евро, без каких-либо предварительных условий. Экуманическая служба помощи запустит новую программу для Украины на ближайшие три месяца в размере 1 миллиарда форентов. Председатель службы Ласло Улагел в этой связи отметил, в рамках этой программы продолжатся регулярные поставки. Ежемесячно планируется поставлять 250 тонн помощи из Венгрии в Украину. Крупномасштабная программа помощи охватит 10 регионов Украины. Сердце в Венгрии бьется на венгерско-украинской границе за всех, кто вынужден бежать из Украины, заявила президент Венгрии в селе Барагдороц. Катали Нувак провела на границе четыре дня, посетила 12 населенных пунктов и встретилась не только с представителями гуманитарных организаций, но и со многими сотнями беженцев. Она отметила, в Венгрии всегда объединяются, когда наступает большая беда. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи. Субтитры подогнали Симон.